Два дня на сцене Ульяновского драматического театра блистал Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени Соловьяненко. Включение театра во всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России и в программу «Большие гастроли» при поддержке Росконцерта и Мин для театрального коллектива огромное значение. Это отметил руководитель театра, народный артист ДНР Евгений Денисенко, поскольку Донбасс-опера, как и весь Донбасс, переживает непростые времена. С 18 февраля театр закрыт в связи с событиями, которые происходят в Донбассе. То есть на зрителя мы не работаем. Театр работал с 2014 года возле линии разграничения с врагом, так я подчеркиваю, 5 километров было. Мы ни на один день не останавливались в своей работе. И тогда острые уже события пошли у нас. Пришлось где-то в сторону, так, чтобы организовать гастроли, выезды, чтобы сохранить труппы. Большие гастроли Донецкого театра оперы и балета по 9 городам России – это своеобразное знакомство регионов огромной страны с культурой Донбасса. А для артистов театра – знакомство с новыми зрителями. Ульяновским театралом Донецкий театр оперы и балета показал три балета – «Тысяча и одна ночь», «Малыши Карлсон» и «Пергюнд». Мы не случайно выбрали этот репертуар, поскольку таких спектаклей нет ни в одном театре России и за рубежом. Тот спектакль «Малыши Карлсон» у нас имеет особую аранжировку, особый подход к нему. «Тысяча и одна ночь» – это тоже очень восток такой чистый, который очень редко идет в каком-либо театре. Ну и «Пергюнд» – это еще и речь такой вариант, где покаяние и любовь, что объединяет, наверное, все эти спектакли, эта тема любви, которая действительно сегодня самая главная среди человечества – любовь. Вот что спасет мир. В этом году Донецкому театру оперы и балета исполнилось 90 лет. Однако празднования в связи с событиями на Донбассе пока перенесли на начало следующего года. Театр подготовил премьеру оперы «Бородина. Князь Игорь». Выбор не случайный. Первым спектаклем театра в 1932 году тоже была эта опера.